Дорогие друзья, приветствую вас из города Кирова. Я нахожусь в Вятской филармонии в здании Александровского костела. Сейчас прекрасная погода в Кирове. Фасад освещен солнцем, посмотрите, какой он красивый. Историко-архитектурный памятник Александровский костел был построен в начале 20 века, в 1903 году. Вятским архитектором Чарушиным по проекту варшавского архитектора Константинова и Цеховского. Обратите внимание, вход в органный зал не через центральные двери, как это обычно бывает, а через специальный отдельный домик. Это была когда-то капелла, наверное. Проверим этот вход. Через подземелье. Спускаемся в самый низ. Попадаем в кассу. Здесь нас, кстати, встречают фотографии органистов. Константин Волоснов, Хирока Инова, Паршин, Александр Новоселов, Князев, Шмидтов, Зарецкий Данил Феликсович. Вот мы видим знакомых нам Бардина, Марию Блажевич, Луку Гаделия, Владимира Королевского и органный мастер Геннадий Семизоров. Итак, направляемся дальше. Ступеньки ведут нас уже в сам концертный зал. Бывший католический костер. Костер рассчитан на 100 мест, поэтому здесь я буду играть сразу два концерта, потому что желающих очень много. Кроме органа на алтаре мы еще встречаем интересный инструмент. Это спинет нашего отечественного мастера, который делает инструменты в Санкт-Петербурге. По происхождению мастер из Италии. Это Энтони Бонаминчи. И посмотрите, какой шикарный спинет. С красивой росписью, говорят, делали художники по копиям старинных спинетов. Очень красивый кофейно-молочный цвет. Орнамент, надпись. Каждая маленькая розочка, каждый лепесток проработаны. Прекрасный звук. Даже лавка специально под клавесин расписана. Мастер-Петербург Субтитры создавал DimaTorzok До 1928 года в костёле проходили службы. И прямо здесь, на месте, где сегодня установлен орган, располагался алтарь. Здесь звучали католические песнопения, и прихожане читали молитвы. Далее, 60 лет, костёл принадлежал различным организациям, до тех пор, пока не стал автономной концертной организацией органным залом. В 2015 году органный зал вошёл в состав Виатской филармонии. Сейчас я специально отнесу микрофон на самый верх, и послушаем, как орган звучит в отдалении, как звук раскрывается в акустике. Я отправляюсь на хоры. Хоры, по идее, предназначены для органа. Ох, какое солнце сегодня! Но здесь органа никогда не было. Сегодня здесь технические места. Сегодня я хочу прогуляться немного перед концертом. по центру города. Я нахожусь в историческом центре Кирова. В старые времена этот город назывался Вятка. На берегу реки Вятка. Вятка впадает в Каму. Когда-то он назывался Хлынов. Но с 1934-го это город Киров, центр Кировской области. Здесь сейчас проживает около 500 тысяч человек. Из знаменитого Спасского собора, который стоит здесь, на пересечении улицы Спасской и Казанской. Основан он был в 1763 году. На этом месте уже восстановлен в таком интересном виде, в стиле раннего классицизма, с влиянием стиля барокко. Прямо рядом с храмом находится Кировский музыкальный колледж. Здесь он имени Казенина. Я остановился здесь в очень хорошей гостинице. Чарушин. Название по имени выдающегося архитектора, который здесь построил полгорода. В том числе курировал постройку и католического костела, который сегодня является залом органной камерной музыки. Город расположен на берегах реки Вятка. Кстати, это крупнейший правый приток реки Кама, бассейн Волги. Длина 1300 километров. И название реки дало в свое время название городу. Говорят, что в финно-угорских мифах Вятка произошло от названия племени, которая здесь проживала. Это удмуртское племя Ватка. Рядышком находится республика Удмуртия. Моя родина, родина, город Ижевск. Город Вятка основан в 12 веке, 1181 год. Это город, который находится к востоку от Москвы, 900 километров примерно. И с 1934 года называется городом Кировом. Но история сделала свое дело, потому что большая часть объектов туристических, городских, сохранили историческое название Вятка. Хотя было и еще одно название, было название Хлынов. Так вот, например, я играю в Вятской филармонии, Вятская губерния. Слово Вятка присутствует все-таки везде, потому что река Вятка течет, как и прежде. Она в свое время не дала название городу. Поэтому сегодня это город с двумя именами, по сути. Вятка и Киров. Надпись в одном из ресторанов Кирова. Не грусти, малыш, что Вятка не паришь. Здесь огромная центральная площадь. Катают ролли. Учат славу. Сейчас попробую заглянуть в крупнейший в Кировской области музей художественного изобразительного искусства. Это музей братьев Виктора и Аполлинария Васнецовых. Открыт в 1910 году. Огромное здание выполнено в стиле советского конструктивизма. Древнерусское искусство. 18-19 век. Рубеж 19-20. Здесь Андряка. И дальше Пушкин в искусстве. В зале 18-19 век очень богатая коллекция. Здесь целых три картины Тропинина. Также здесь есть дальний родственник главного архитектора Кировской области, Чарушина. Ну и, конечно же, картины Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова. Здесь есть Цуриков, Шишкин. Без картины Вазовского не обходится ни один музей. Его картины находятся абсолютно повсюду. И есть даже несколько небольших работ Перещагина. Эта картина одна из первых в творчестве Виктора Васнецова. Напомню, этот художник был одним из шестерых детей в семье священника. И вот отец Виктора Васнецова как раз служил в этом храме, который здесь изображен. Картина называется «Нищие музыканты у храма». Это храм в селе Рябово. Здесь музыканты не просто певцы, они еще и рассказчики. И мы видим лица зевак и слушающих детей, взрослых, пожилых. Кто-то обсуждает, кто-то подпевает, кто-то удивляется. Музей оказался невероятно большим и из богатой коллекции. Самые яркие впечатления оставила картина Поленова, которая называется «Колгофа». Это картина, которая построена очень необычно композиционно и рисует такую сцену, когда последователи Христа стремятся на «Голгофу», посмотреть на распятие. Мы видим в отдалении где-то «Голгофу» и стоим как будто бы среди публики, среди толпы, среди наблюдающих. На первом плане спины и затылки людей, устремленных к Христу. И где-то вдалеке лишь угадывается силуэт распятия и его учеников. Это удивительная картина с яркими образами и необычными красками. Удивительно, что на центральной площади Кирова прямо по центру между гостиницей, театром и домом правительства расположен большой сквер с деревьями и фонтаном. Обычно на площадях мы видим большие длинные площади, пространство, улицы. Здесь парк, фонтан, в отдалении видится театр. Ну и далее Ленин и дом правительства. При пюртаре грамматического театра Кирова можно встретить Лебединое озеро. Здесь есть своя школа балета. В сопровождении Вятского симфонического оркестра здесь проходят балетные спектакли. Ну а из известных представлений, вот история Кировской земли Хлынов, сага о городе и его жителе. В театре 700 мест, огромная постройка, невероятный сталинский ампир. Такое чувство, что я нахожусь где-то в Москве и вот эта колоннада Большого театра. Обратите внимание, какие масштабы. Ну, Кировский драматический театр впечатляет внешне. Жаль, не могу попасть внутрь на постановку, потому что сегодня вечером сам играю в концерте. Так, включаю орган. Вы услышали, как внутри заработал мотор. 24 регистра белого цвета, регистры первого мануала. Зеленого цвета, регистры педали. Розового цвета, регистры второй клавиатуры. Всего здесь по указателям 26 рукояток. Две из них это не регистры, это эффект тремола. 26 минус 2, 24. И так вот, 24 регистра у этого интересного неуборочного инструмента. Любопытно то, что сразу бросается в глаза. Это трубы, которые висят вниз головой. Они как бы зеркально отражены от верхней части фасада. И вниз отправлены раструбами трубы, связанные с регистром октавы. Мы можем сейчас их услышать. Вот они, вот они, вот они, фасоль ля. То есть это не декоративные трубы, это действительно звучащие трубы, но перевернутые раструбом вниз. То есть не стоящие на ножке, а висящие на них вниз головой. Очень непривычно. Звук летит прямо сюда, в голову органиста. Вот нижняя труба. Три копола. Вторая к первой, вторая к педали, первая к педали. Дополнительные комбинации. Плена, языки, высокие частоты, микстуры и двоечки. Итак, послушаем, как звучит принципал. Высокая флейта, хохфлюта. Рохфлюта. Тромпет. Язычковый фагот в басу. И язычковый гобой на второй клавиатуре. Очень красивый и необычный тембр. Металл флюте. Металлическая флейта. Как она звучит. Ее трубы находятся прямо здесь, во внутренней части. И эта часть связана с педалью швеллера. Смотрите, я сейчас ее буду закрывать. И вы увидите, как внутри открываются и закрываются створки жалюзи. Звук становится тише. Вот такое звучание у металлической флейты. Для сравнения, флейта деревянная. Хольцгедакт. Очень красивые здесь вуачилистые небесные голоса. Настолько разные по звуку. Они расстроены между собой. Смотрите. Нота до на вуачилисте. Нота до на салитционале. Посмотрите, какая между ними разница. Четверть тона. Теперь включаем их вместе. Получаем биение. Дублет-то двоечка. Дублет-то двоечка.